Смотрите, на чём мы держимся. Вот она ходит ходуном. Там земля. Вот всё отгоняло. Вот балки. Вот она, труха. Вот здесь мы можем оказаться в любой момент. Со страхом оказаться под завалами в собственной квартире семья Ларисы Ивановой живёт уже несколько лет. Дом номер два на Октябрьской улице в микрорайоне Оргтруд ещё в 2015 году признали аварийным. Фундамент в доме давно разрушен. Под квартирами лишь один голый подвал со сгнившими балками. Семья из пяти человек ходит по дому, как по минному полю. Если рядом со зданием проезжает автобус или грузовик, мебель в буквальном смысле трясёт. Детям здесь давно запретили играть в подвижные игры. Пол просто пляшет, можно так сказать. А мебель ходит ходуном. То есть, если ребёнок здесь бежит, то вы представляете, что шкаф может в любой момент упасть на ребёнка. Так что мы ходим за ним по пятам. Когда признавали дом аварийным, нам запретили прыгать, бегать. Особенно в этих двух комнатах. Вообще, потому что может пол обвалиться в любой момент. Пока на улице ещё плюс, столбик комнатного термометра едва дотягивает до 16 градусов. Зимой температура в квартире с газовым отоплением не поднимается выше 11. Лариса Иванова рассказывает, не спасают даже валенки. Спать приходится в кофтах и под несколькими одеялами. Младшая дочь делает уроки в перчатках, а трёхлетняя внучка постоянно болеет. Жильцы сами прибили к стенам несколько слоёв утеплителя, но это не помогает. Трещины над печкой заделывают монтажной пеной по нескольку раз в год. Но веткая конструкция того и глядя рухнет, а вместе с ней боится хозяйка обрушиться и стена. В этом году вот запенили. То есть, а трещины даёт, потому что пол оседает, потому что балки сгнили в подвале. Вслед за трещинами в квартире Людмила Ивановна показывает выгребную яму за домом. С улицы прекрасно видно, что она переполнена. Половина идёт, ну я не знаю, наверное, в Клязьму идёт. А половина идёт всё в наш подвал. Вонь стоит дома, неимоверная. То есть, мы задыхаемся. Мы обращались 14 мая к Литвинкину, в городскую администрацию. В официальном ответе мэрии жильцов обещают переселить лишь в 2020 году. Но люди боятся, что за два года дом просто рухнет. В мэрии беспокойство жильцов разделяют. Учитывая состояние постройки, город готов найти средства на покупку квартир раньше, но при условии финансовой поддержки области и федерального бюджета. Мы будем стараться, если у нас будет соответствующая поддержка из области, да, выполнить, сократить эти сроки до разумных пределов. Если что-то не дай бог случится, кто будет отвечать? Я готов переговорить со своими коллегами из управления ЖКХ, чтобы они еще раз выехали в это здание, в этот жилой дом, еще раз посмотрели системы, проверили их в соответствии той документации, которая имеется у нас на руках, для того, чтобы мы все были спокойны. И как позже уточнил Александр Карпилович, представители городской администрации еще раз устроят выездную проверку и пообщаются с жителями аварийного дома не позднее конца следующей недели. Оксана Любимова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.